На стенах Центра современного искусства отпечатки, гравюры Вероники Волокжанниковой. Здесь картины 2014 года, когда художница только знакомилась с новой техникой, соседствуют с последними уже уверенными работами. Я этим занимаюсь давно, но никогда не показывала весь срез своих творческих экспериментов на одной площадке. У меня возникла такая мысль, мне показалось, что это будет интересно, потому что это Центр современного искусства. Как мне кажется, мои печатные композиции, моя печатная графика, они такие немножко плакатные, с юмором. И, наверное, мне кажется, подходят для этой площадки. Поэтому выбор пал на эту технику. При создании гравюр краску наносят не на холст, а на лекало, обычно картон или линолеум, а потом отпечатывают на основной лист. Самые внимательные гости. Это, конечно, не мы. И нам Вероника объяснила, заметят, что художница использовала в своих работах нестандартные материалы. Например, арктика здесь отпечатана с помощью москитной сетки, а тротуар – это буквально полоска кружев. И если ткань можно просто приложить, то узор на трафарете нужно вырезать зеркально. По марке никакими белилами не исправишь. Натираются прям мозольки на пальчиках, когда очень долго работаешь резаком. Можно порезаться. Вот у меня пальчики сейчас немножко в порезах от резака, потому что я приводила форму в порядок. Несмотря на трудности и волнения, Вероника довольна результатом и впечатлением, которое выставка производит на зрителей. В одной из поездок нам делали печатные принты как раз-таки с работами Вероники. И было приятно их увидеть в оригинале, как это выглядело изначально. Есть работы, которые, например, напоминают о детских ужасах и сказках. Например, про глазки, которые везде бегают. Это лично то, что когда-то задевало и пугало. У нас эти легенды про глазки всегда были среди нас. Поэтому какие-то работы узнаются прям моментально. Рассмотреть все детали и сюжеты можно бесплатно на Софьи Перовской 21А. Выставка будет работать до 22 мая. Александр Клепцова, Александр Грачев, ТВ 21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова